В 1824-1825 годах, это когда восстание декабристов в это время, мы подписали договора о разграничении территории с Великобританией и США. На всех международных картах появляется русская территория, русская Америка. Вот по этим разграниченным международными договорами картам к русским территориям относилась площадь в Америке в объеме полтора миллиона квадратных километров. Количество служащих российско-американской компании, которые там работали все по контракту на Аляске, ну где-то около тысячи человек. Много смешанных браков, наши люди терпимые, там никакого снобизма не было. Многие женились на местных, холиутках, индианках. Много детей. Потом, когда Аляску продали, обнаружилось около трех тысяч детей только от смешанных браков. Все мы предложили уехать в Россию, дать российские паспорта, но кто-то уехал, кто-то остался.